Всем привет! Давайте поговорим сегодня про вчерашнюю травму в отряде ЦСКА Торопа в моменте с Алипом, игроком Зенита. Вот, сегодня и вчера многие болельщики ЦСКА стали говорить, что это вот преднамеренно фол, именно из-за этого того, что Торопа выбил из состава, и ЦСКА проиграл, и вот третья, пятая, двадцатая. Ну, я смотрел вот этот момент, да, у меня стрим был, я там Алип опхуесосил, но не за это. А сам фол, да мне было фола, там был просто игровой момент. Два игрока стремились к мячу, там, столкнулись головами, и все. Один из них получил очень серьезную травму, не более того. Что можно сказать, пара момент. Алип стремился к мячу, и он пытался бить затылком мяч. Он не видел просто даже вратаря, он просто не видел. Там, говорит, о каком-то преднамеренном моменте, там, речь не идет. Это первый момент. Второй момент. Это был эпизод вне вратарской площадки. То есть Алип мог играть там, как хочет. Это не вратарская площадка, там полностью контактная борьба шла, и могла быть. Вратарской площадке, да, ты не имеешь права касаться вратаря. Никаких контактов с вратарем не может быть, никаких единоборств. Вот. Но это было за пределами вратарской площадки, вот и все. Ну, хуй вас знает. Нет, и еще такой момент. А с чего вы решили, что Алип в этом моменте мог не получить серьезную травму? Могло так получиться, что Тора подделался, не знаю, каким-то ушибом. А Алип, наоборот, получил бы там два перелома лицевой кости. Так ведь могло быть? Там кто угодно мог получить травму. То есть, говорит о том, что какой-то преднамеренный там фол, тому подобное. Нет, ну, такое бывает. Вообще, столкновения с головами, они очень-очень такое, очень часто травматичны. Очень сильно травматичны. Вот. Ну, видимо, болельщики ЦСКА посчитали, что это очередной эпизод Акинфеев-Вилли, там, да. И вот Алип специально выбил из строя вратаря ЦСКА Торопа. Из-за этого ЦСКА по пенальти проиграл. Да ничего подобного. Я вообще не вижу никаких предпосылок. Абсолютно игровой эпизод. Абсолютно. Там даже фола не было. Они столкнулись с головами. Ну, да, окей. Что дальше? Ничего. Играем дальше. Это футбол. Так бывает, ребят. Просто Вау-Вау-Вау-Вау-ССКА с вратарями, это проблема. Перхун, помню, погиб от столкновения. Еременко погиб. В этом случае Велитина и Акинфеева тоже был. Ну, это какая-то, не знаю, проклятие на ЦСКА вратарское на самом деле, да. Но в данном эпизоде там никакого злого умысла со стороны Алипа не было. Вот абсолютно точно. Ну, о чем бы вы говорите вообще. Вот. Поэтому вот такое мое мнение. Ну, и бонусом я немного пройдусь по вашему главному тренеру Федотову. Вот вчера во время матча ЦСКА было видно, абсолютно видно, что игроки ЦСКА, они очень сильно устали. То есть очень большой физической нагрузкой им предстояло, да. Потому что три дня назад они играли с Зенитом, уже в РПЛ, да. И там играла вся основа. Вот через три дня им матч на кубок предстояло, да. И травма Мозеса, по-моему, травма Гаича. Мозеса, это задняя поверхность, это стопроцентная физическая перенагрузка. Вот. Другие игроки просто там ходили по полю. Может, из-за этого за болото и не забил пенальти. Вот. Но факт остается фактом, то, что Федотов, ты полный мудак. Вот ты мудак полный, блядь. У тебя единственный вариант был в этом сезоне, как-то скрасить выступление ЦСКА, это выйти в финал Кубка России, где тебя ждала Балтика. Ты уже знал, что там будет Балтика. Вот. Вот, и ты, в принципе, выставил на матч РПЛ с Зенитом, который для тебя нихуя не значил. Вообще нихуя не значил. Ты выставил основу, блядь. Вот просто выставил основу. И именно ты, Федотов, похоронил ЦСКА. Потому что игроки, блядь, ЦСКА ломались. Ломались просто из-за больших физических нагрузок. Тот же Мозис, который выбыл, да? Беса, это все-таки Мозис, один из основных игроков ЦСКА, и он выбывает. Во. Поэтому это чудовищная глупость со стороны Федотова. Я считаю, что именно Федотов проебал этот кубок. Помните, я еще делал ролик, да? Когда ЦСКА играл с Балтикой дома. И я сказал тогда, ЦСКА надо проиграть Балтике. Вот, потому что они выходят в путь РПЛ, и там их гораздо легче. А так они выходят на Зенит. Так оно и случилось, кстати. Они вышли на Зенит и проиграли Зенит. Вот, это была первая ошибка, грубейшая ошибка. Вторая грубейшая ошибка, это то, что он выставил на матч. С Зенитом в РПЛ основу. Нахуя? Ну, нахуя? Ну, ты дурак, что ли, блядь? Ну, зачем? Ну, зачем ты это делаешь, блядь? Ну, хорошо, выиграл ты у Зенита в Питере. Ну, что дальше? Ну, куда ты поднялся в таблице? Вместо восьмого места шестое занял или что? Вы зачем? Ты понимаешь, что ты, вот, выставляя основу, при очень плотном графике всех команд, в том числе и ЦСКА, ты подвергаешь игроков опасности. Они просто не будут готовы. Так оно и получилось, блядь. Ну, я не понимаю, это выставил долбоеба, блядь. Это просто долбоеб. Я не могу его назвать нормальным человеком, долбоеб. Я абсолютно нейтрально отношусь. Ну, Зенит все равно прошел, да. Но зачем ты это делаешь? Ну, вот вчера Симак, да, он выставил на первый тайм полурезервный состав. Там Клаудиния не было, много кого не было. Там Васильев вышел какой-то там. Ахмеда вышел, да, у Зенита. Вот, потому что все-таки для Зенита пирамид стоит РПЛ, которые, скорее всего, проебуют. Но все равно для них на пирамид стоит РПЛ. Так какого хуя, если для тебя кубок важен был, потому что ты уже в РПЛ ничего не вывелишь, ты на мать Зенита выставляешь основной состав? Ну, зачем? Ну, это же ты проебал матч кубка. Ну, это ты, блядь, сейчас проебал матч кубка. Из-за своей глупости, блядь. Из-за своего руководства, блядь. Вот, поэтому вот такое мое мнение по поводу вообще травмы торопа, да и про проигрыш ЦСКА. Так что, вот такие дела. Всем пока.